Я хочу сказать, что вот мы сейчас работаем все, работа наша все сложнее, мы должны сами себя уметь защищать, кроме того, что у нас есть как-то юристы и так далее, много сейчас претензий в том числе и к медицине, и к детской урологии. Поэтому я вот с целью такой, может быть, более образовательной базы хотел бы, вот мы ряд авторов, мы работали все втроем над этим докладом, и мне хотелось бы вам представить вот ту законодательную базу, она во многом, кто был на прошлом съезде, в целом она повторяется, но есть, конечно, и я вот доложу то, что мы наработали по этому поводу. Следующий слайд. Извините, это сразу последний. Все, я понял. Значит, вот здесь перечислены все приказы Министерства здравоохранения, Росздравнадзора, которые являются основой для работы в нашей специальности. И последний, здесь идет федеральный закон об основе охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Мы с профессором Тарусином обсуждали этот вопрос, но поскольку там буквально про детство несколько слов про детей, этот закон в основном отражает, скажем так, отношения пациента, лечебного учреждения, либо врач. Ну вот один из таких первых приказов по касательной детской урологии и эндрологии, это приказ от 26 августа 83 года о мерах по дальнейшему развитию нефрологической и урологической помощи детям в Российской Федерации. В нем отмечены существенные достатки в организации медицинской, в организации детской, нефрологической и урологической службы, поздняя диагностика врожденных пороков развития. Отмечены серьезные достатки в оказании стационарной специализированной медицинской помощи. Отмечено, что около 30% детей лечатся в урологических отделениях для взрослых, и треть из них нуждается в повторных оперативных вмешательствах. И приказано обеспечивать повышение квалификации врачей, педиатров, хирургов, детских поликлиник и стационаров по вопросам клиники диагностики лечения заболеваний почек и мочеводящих путей, организовать специализированный прием по детской нефрологии и урологии, организовать активное выявление больных с патологией почек и мочеводящих путей и оснастить необходимые аппаратуры оборудованием детские, нефрологические и урологические санатории. Следующий приказ от 26 августа 1983 года о мерах по дальнейшему развитию нефрологической и урологической помощи детям Российской Федерации. По этому приказу утверждена инструкция по организации этапного медицинского обслуживания детей с целью раннего выявления заболеваний почек и мочеводящих путей. Следующий приказ это приказ номер 371 от 16 октября 2001 года о штатных нормативах медицинского и педагогического персонала детских городских поликлиник, в котором утверждены штатные нормативы медицинского и педагогического персонала детских городских поликлиник в городах с населением свыше 25 тысяч человек. Наряду с должностью детского хирурга впервые введена должность уролога 0,5 ставки на 10 тысяч детей. Следующий приказ от 22 октября 2001 года о совершенствовании урологической и нефрологической помощи детям, в котором утверждены положения об организации деятельности урологического отделения стационара для детей, об организации деятельности нефроурологического кабинета детской поликлиники, об организации деятельности дневного нефроурологического стационара. То есть уже с того времени идет разделение между детской урологией и взрослой урологией, достаточно активно. Следующий приказ датируется 12 августа 2003 года, а врачи детскому, уже обратите внимание, урологи-андрологи. Это была колоссальная работа, проделана профессором Казанской Ириной Валерьиной. И в этом приказе утверждены положения об организации деятельности врача детского уролога-андролога. Эту деятельность могут осуществлять специалисты с высшим специальным образованием, получившие после вузовское образование по специальности детской хирургии и окончившие клиническую ординатуру по детской урологии-андрологии, а также врачи-специалисты, прошедшие профессиональную переподготовку по специальности детской урологии-андрологии и получивших сертификат специалиста. От 20 августа 2003 года приказ 416 о внесении дополнения в приказ Минздрава России о номенклатуре специальности в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. И в этом дополнение в приложение номер 1 основная специальность выделена детской хирургии, субспециальность требующая углубленной подготовки, детская урология, андрология. От 25 ноября 2003 года приказ об охране репродуктивного здоровья мальчиков и юношеподростков, в котором утверждены положения. Положение об организации деятельности урандрологического кабинета детской поликлиники, положение об организации деятельности дневного урандрологического стационара. То есть уже не нефроурологический, а не отдельно урологический, а именно урандрологический. На 31 декабря того же года приказ о мерах по повышению качества оказания уроандрологической помощи детям в Российской Федерации утверждены порядок оказания специализированной медицинской помощи детям с урологическими и андрологическими заболеваниями, порядок и сроки проведения профилактических осмотров мальчиков и юношей и подростков врачами-детскими урологами-андрологами детских поликлиник. Приказом Росздравнадзора от 17 февраля 2009 года о внесении дополнения в список главных внештатных специалистов и экспертов Росздравнадзора по детской урологии назначен Ваш покорный слуга. Приказ Минздрава от 7 июля 2009 года об утверждении коллекционных требований специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения. Как Вы видите, я специально это процитировал, уровень профессионального образования, высшее профессиональное образование по одной из специальностей, либо лечебное дело, либо педиатрия. Это мы заканчиваем факультет, либо лечебный, либо педиатрический. После вузовское профессиональное образование или дополнительное образование – это интернатура или ординатура по специальности детской урологии и андрология, или профессиональная переподготовка по специальности детской урологии и андрологии при наличии после вузовского образования по специальности детская хирургия и урология. Изначально этот приказ звучал немного по-другому, но группа авторов этого доклада, мы достаточно долго работали и много общались с Андреем Юрьевичем. И нам удалось в этот приказ немножко поправить и ввести, что не только учитывая дефицит специалистов, в первую очередь в первичном звене, не только ординатура и интернатура по детской урологии и андрологии, но и первичная профессиональная переподготовка как детских хирургов, так и взрослых урологов, которые бы могли оказывать детскую урандрологическую помощь. Дополнительное профессиональное образование это повышение квалификации не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности, но и должности вы видите, да, врач детскую уролог, андролог, руководитель структурного подразделения и так далее. Приказом 13 ноября 2009 года у нас назначены, здесь перечислены специалисты, эксперты Росздравнадзора по Центральному федеральному округу, это Яцек Сергей Павлович, по Южному Чумаков Петр Ильич, по Северо-Западному Осипов Игорь Борисович, по Сибирскому Гудков Александр Владимирович, по Уральскому Комарова Светлана Юрьевна. И, к сожалению, мы лишились одного из специалистов, это по Приволжскому, потому что Дмитрий Анатольевич Морозов сейчас, вы знаете, переселился в Москву и работает в Институте педиатрии и детской хирургии. Поэтому, если будет формироваться приказ, будем искать нового специалиста. Приказом Министерства здравоохранения 3 июня 2010 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях, утвержденный порядок оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях, положение об организации деятельности детского уроандрологического кабинета, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала детского уроандрологического кабинета, положение об организации деятельности детского уроандрологического отделения, рекомендуемые штаты, штатные нормативы медицинского персонала и стандарт назначения детского уроандрологического отделения. Ну, вот эти все они приказы есть, желающие могут взять, наверное, презентацию отсюда, я думаю, что там подробно можно эти приказы почитать, они есть в открытом доступе. Я хотел бы сказать в заключение, что мы провели достаточно большую работу, нам удалось отстоять урологическую службу в Чебоксарах, в общем-то писали письма, потому что там хотели закрыть детскую урологическую, там было реформировано, нам удалось это отстоять. Мы с Сергеем Павловичем решали вопросы достаточно активно по Центральному федеральному округу, то есть там были проблемы во Владимире, в Иваново, но нам удалось на нашем уровне это решить, то есть мы готовы, открыты для помощи, всем вам обращайтесь, все координаты наши знаете. И несколько слов об организации, к сожалению, я не вижу профессора Миновщикову, хотя обещала быть. Вчера, говоря о проблемах детей с недержанием мочи, она коснулась достаточно серьезных вопросов, на мой взгляд, вот то, что дети с недержанием мочи, потеканием мочи приходят к педиатру, Первый, кто встречает? Педиатр. И, к сожалению, бывают случаи, когда сидят, ну я понимаю, что большинство это пенсионеры, а что вы хотите? Ну пройдет, ну подождите. И, соответственно, через 5-6 лет поступает в стационар дети, которые требуют очень и очень серьезных решений, серьезных проблем. Вот, поэтому, вот сейчас с введением уровня оказания медицинской помощи детям, безусловно, возрастает роль педиатра. Мне кажется, кроме вот того, что мы детские, я хочу сказать, что во многих европейских странах нет детских хирургических стационаров. Есть педиатрический стационар, откуда при необходимости эти дети берут, оперируются и ведутся вместе с педиатром. И количество таких стран расширяется. Поэтому нам нужны образовательные программы, безусловно, наши профессиональные урологические программы, но к этим программам нужно, конечно, привлекать и педиатров. В первую очередь. Мы много говорим о подготовке детских урологов, андрологов. Да, это нужно, нужно усовершенствование. Вот сейчас появились и дистанционные варианты обучения. Конечно, это нужно, потому что работы много. И за дня в день, конечно, не всегда можно на несколько дней оставить клинику, ехать куда-то, посмотреть, что-то, чему-то поучиться. Это проблема. Конечно, дистанционное обучение – это один из вариантов. Но что я хочу сказать, что на съезды, судя по зарегистрирующимся здесь коллегам, здесь в основном наши коллеги из стационаров. В большинстве случаев. У нас имеется вот такое темное пятно – это урологи, андрологи первичного звена, от которых тоже очень много зависит и своевременность направлений детей, и правильность диагностики. Я думаю, в этом плане тоже нам надо усиливать работу. Достаточно интересные были доклады вчера, я внимательно слушал, но вот как-то не очень звучат такие моменты, как внедрение революционных мероприятий и психолого-педагогическое сопровождение. Мы знаем, что дети, которые страдают недержанием мочи, у которых имеется дефект нарушенных половых органов, либо оперированы неоднократно по этой проблеме, у них очень серьезные психологические проблемы. И я думаю, что одно без другого решать просто невозможно. Конечно, хотелось бы на наших тоже конференциях и видеть эндокринологов, но сегодня будут, сегодня будут и доклады. Конечно, их, так сказать, нужно тоже привлекать, потому что на самом деле интересно. На конференции, посвященную 100-летию Саратовского государственного медицинского университета, кстати, это был последний университет, который был основан приказом Николая II, царя, еще до нашей эры, скажем так. Все, 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 я заканчиваю, Ирина Валерьевна. Там было совместное и урологическое, и эндокринологическое симпозиум, и урологический, и эндокринологический. Эндокринологи от нас узнали очень много, и мы от эндокринологов тоже подчеркнули много. Спасибо. 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 Спасибо.